Уникально богатый, многообразный, великий и могучий русский язык является не только частью мирового культурного наследия, но в первую очередь служит основой духовно-исторической общности нашей страны. Русский язык – важная составляющая жизни каждого человека. О значении чистого русского языка в современном мире, о том, как разным поколениям научиться говорить на одном русском языке, и о том, почему современная молодежь все больше добавляет в свои речи иностранных слов, мы поговорим сегодня. Тем более, что у нас в гостях Элла Куликова. Элла Куликова – выпускник филологического факультета Ростовского государственного университета, доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка и культуры речи Ростовского государственного экономического университета. Здравствуйте. Здравствуйте. 5 ноября в Кремле состоялось заседание Совета при президенте по русскому языку. Вслед за ним в 20-х числах ноября уже у нас в Ростовской области прошел съезд преподавателей русского языка Южного федерального округа. Элла, скажите, пожалуйста, появилась какая-то угроза потерять основы нашей словесности. Почему именно сейчас такое внимание уделяется развитию и пропаганде русского языка? Я думаю, что угроза, конечно, уже давно назрела, и проблема давно назрела. Но то, что сейчас большое внимание уделяется русскому языку, слава Богу. Дело в том, что действительно авторитетные филологи предсказывают, что если ничего не делать и плыть по течению, то мы через несколько поколений можем перейти и на латиницу. Дело в том, что мы не выработали собственных наименований для высокотехнологичных процессов, остается заимствовать. Мы не выработали собственных наименований, например, для такой сферы, как экономика, бизнес, остается заимствовать. И заимствования обогащают и язык, и, собственно, понятийную сферу. Вот обратите внимание, конечно, заимствования были всегда, начиная от тюркских и греко-латинских заимствований до мощного влияния французского языка в XIX веке. Ну, была же и встречная волна. Мы ответили собственными новообразованиями. Такие писатели, как Ломоносов, Карамзин, настойчиво вводили в русский язык слова, отвлеченные книжного значения, в которых больше всего нуждался русский язык. А сейчас что происходит? У нас идет мощная лавина англо-американизмов на фоне утраты собственного словотворчества. Но, может быть, это еще связано с тем, что в нашей речи присутствует много иностранных слов, потому что появляются новые профессии. Появляются они в основном за границей. Конечно. Их перевести сложно. Например, все, что связано с программированием. Конечно. И, соответственно, проще взять, собственно говоря, название готовое. Конечно. Так почему же мы тогда переживаем, что наш язык беднеет, если это логичная последовательность нашей жизни? Ну, конечно, нам легко произносить. Если нам легко произносить, если мы заимствовали это слово, и нам легко его произносить, например, мерчендайзер, тогда, наверное, логично, если мы и писать будем при помощи латинского алфавита. Вот эта проблема стоит. Да, и высокотехнологичные процессы, и профессии новые появляются. И, конечно, еще иноязычные слова обладает такой прагматикой глобализма. Да, и английский язык выходит на первое место, соответственно. Во всех странах, включая русский язык, учат в качестве иностранного английский язык. И вот вся молодежь уже, конечно, владеет этим. Послушайте, но ведь любой язык – это огромный, это сложный мир, любой язык, он, по сути, живой. Например, сейчас нам нормально говорить йогурт, это привычно, это правильно. В 19 веке йогурт было неправильно, правильно было йогурт. Несколько лет назад то же самое происходило со словом кофе. То есть язык, он постоянно меняется, в него все время что-то добавляется. Почему мы раньше не поднимали эти вопросы? Ну, специалисты по культуре речи предсказывали, что в конце 80-х годов кофе станет среднего рода. Ну, кофе так-то и не стал среднего рода, он по-прежнему кофе мужского рода. Поэтому язык меняется, конечно, это его кардинальное свойство. Обратите внимание, как меняются клише наши, как приходят новые слова. Возьмите студента 70-х годов и современного студента, они просто друг друга не будут понимать. Ну, я думаю, что во многом они не будут друг друга понимать в силу разницы во времени. Сейчас появилось много новых слов, связанных именно с цифровыми технологиями, которых в 70-е не было. Конечно, конечно. Ну, а вот, кстати, как по мне, так мы, скажем так, немного забываем. Да, ведь в 19 веке, если взять нашу даже русскую литературу, 18-19 век, там было много французской речи. И если мы возьмем наше великое произведение «Война и мир», то там процентов 20 текста на французском языке. И, соответственно, чтобы прочитать это великое русское произведение, нужно перевести этот самый текст. Так вот, тогда в ходу были французские слова, и это было нормальным. Сейчас английский, ну, соответственно, да. Неужели английский язык хуже французского, или почему? Или лучше, да, мы хотели сказать? Или сейчас, да? Или лучше. Ну, тут, смотря с какой стороны посмотреть. Может быть, наоборот, раньше же мы обогащали при помощи французских слов наш русский язык. Сейчас же он наш. Или в те времена нужно было тоже поднимать такие же вопросы? Тоже нужно было поднимать эти вопросы. И наши писатели вводили настойчиво в русский язык слова, как я уже сказала, отвлечённо-книжного значения. Ну, как они вводили слова? То есть была читающая публика, то есть были писатели, властители дум, читающая публика, вольно или невольно, сознательно или бессознательно, подражала языку и стилю авторов. Входили цитаты, да, все рекорды по цитированию побила комедия Грибоедова «Гури от ума». То есть появлялось какое-то слово, и старались его употреблять. А сейчас у нас мало кто читает. Вот, кстати, может быть, это в том числе связано ещё с процессом обучения. Академик Лихачёв в своё время говорил, что, например, нужно выпустить словарь Бунина. Потому что его лексика, она настолько богата, красива и многообразна, что это вот прям та история, которую нужно рассматривать и продвигать в массы. Ведь его лексика Бунина основана была ещё на церковнославянском языке. А сейчас у нас этот язык фактически забыт. Ну, он не просто забыт, церковнославянский язык и не был живым. Он и был языком таким тяжеловесным, это был церковнославянский язык. А потом уже Пушкин, то есть мы ведём отчёт современного русского языка от Пушкина до наших дней. То есть Пушкин дал нам фразу лёгкую, стремительную, да, он объединил церковнославянскую стихию с народной. А вообще стоит ли говорить о том, что нам, ну, стоит придумывать свои слова на всё, скажем так. Если у нас есть слово «атаман», которое для нашего региона очень важное, но оно тюркского происхождения. У нас есть слово «кастрюля», без которого наша жизнь просто невозможна, но оно латинского происхождения. Есть слово «утюг», которое также тюркского происхождения. Есть слово «шашлык», которое персидского происхождения. Но это ведь слова, по сути, уже наши. Я не могу представить, что эти слова не русские, скажем так. Конечно, конечно. Дело в том, что закон о русском языке как государственном языке вводит административную ответственность за использование иноязычных слов при наличии русского аналога. И тогда вот встает вопрос, а что же тогда... Что есть аналога. Да, при известном расхождении в значениях и знаменитое варенье, и джем, разница. И опять же, может быть, это и также заимствованное слово, только ассимилированное. Конечно, как нам без этих слов? Русский леонид. Наверное, уже можно говорить о том, что они наши слова. Хотя есть в русистике понятие исконного слова и заимствованного, наверное, не только в русистике вообще. Исконным считается то слово, которое возникло в русском языке в момент его происхождения, его образования, прошу прощения, русского языка. Или в древнерусском языке, или в древневосточнославянском, или еще по-другому так называют, общевосточнославянский, тогда это исконно. И если атаман пришло вот в этот период, тогда оно, наверное, можно считать, что оно исконно. А если оно раньше пришло тогда, или если оно заимствовано в этот период, тогда, конечно, оно заимствовано. Но стоит отметить, что русский ведь не только забирает себе что-то из него, он ведь и отдает, потому что, например, насколько мне известно, в иврите, язык, на котором говорят в Израиле, появился чудесный суффикс «чик». Так. Слово «катан» — это маленький, а «катанчик» — это малюсенький, и это правила иврита. То есть мы тоже что-то отдаем ведь? Мы тоже отдаем всегда. Народы, когда сотрудничали, взаимодействовали, русский язык что-то отдавал и что-то получал от других языков. Конечно, конечно. Ну вот, кстати, сейчас мы много заимствований наблюдаем в речи. Вы, как преподаватель, можете точно сказать, что молодежь наверняка общается немножечко на ином языке. Как вообще выпускники школ, выпускники университетов, они сейчас общаются? И мог ли, наверное, вот так вот даже сформулировать вопрос, мог ли единый государственный экзамен, который достаточно, мне кажется, унифицированно рассматривает русский язык, повлиять на вот эту бедноту, наверное, нынешнего поколения? Мне кажется, да. Да, потому что ведь когда рассвет риторики был, искусство убеждать с помощью слов, после свержения сиракузской тирании, да, а в первом веке уже нашей эры Рим был империей, и выступать с речами было некому и не перед кем. Так вот и сейчас, конечно, единый государственный экзамен больше приводит к тому, что начинают пользоваться пассивно языком, а не активно. Уже говорят все меньше хорошо. То есть когда убрали диктант, да? Не только диктант. Диктант как раз-таки здесь вряд ли во взрослой жизни придется кому-то писать диктанты. Да, наверное, все-таки, мне кажется, должно быть устное выступление, не только сочинение, где мы рассуждаем. Наверное, все-таки устная речь должна быть обязательно. Как в этой моде и в этом периоде общения, особенно подрастающего поколения, скажем так, не то, чтобы бороться за чистоту русского языка, но как минимум пропаганить... Сохранить его красивым. Да, сохранить красивым. Как это сделать? Что необходимо? С самого детского сада стихи учить какие-то? Я не знаю, в школе как-то преподавать? Или говорить вот слово «худи» — это плохо, правильно, «свитер». Я думаю, что если они так считать сами не будут, то надо, конечно, вкус прививать. Такой филологический. Наверное, нужно увеличивать количество русского языка, и, наверное, нужно читать. И читать не в сокращенных вариантах наши произведения. Хотя тоже сложно представить, как их убеждать, чтобы они читали, если им это неинтересно, если, ну-ка, нам интернет предоставляет какие-то другие возможности. Наверное, все-таки надо прививать вкус к чтению. Элла, спасибо вам огромное. Спасибо вам. Вопросы русского языка и литературы отражены в ключевых программных документах нашей страны. Занимают одно из центральных мест в основах государственной культурной политики. Но самое главное — русский язык — это наш родной язык, на котором мы думаем и общаемся. И в заключении хочется процитировать Ивана Сергеевича Тургенева. «Берегите наш язык. Наш прекрасный русский язык — это клад, это достояние, переданное нам, нашими предшественниками». С каждым днем у нас с тем все более. Увидимся.